Приветствую вас, дорогие наши друзья, очередной урок по летней обработке с помощью летней же панели. В этом уроке рассмотрим ретушь портрета и вы узнаете, как в итоге, после применения экшена, который довольно сильно замыливает текстуру кожи, получить качественную и красивую фотообработку. И данная обработка у нас так же, как и предыдущие наши уроки-примеры, не займет много времени. И давайте, друзья, не будем отходить от заведенного порядка. Также в начале урока я продемонстрирую на данном изображении, как работают пресеты из летнего набора. И к данной работе в итоге я применила пресет под номером 28. И лишь слегка в основной закладке я его доработала. И когда доработка меня вполне устроила, открываю изображение, конечно, в программе Photoshop. Сделаем дубликат слоя, прошедшего предварительную подготовку в камере RAW и пройдем фильтр пластика. Здесь мы поработаем над причёской модели и проведем коррекцию деталей лица. Следующим этапом у нас техническая ретушь. Будем удалять мелкие недостатки, небольшие неровности на коже. Это лучше всего сделать инструментом заплатка. Ну и раз у нас была в начале техническая ретушь, далее более глобальная ретушь. Здесь уже мы обратимся к помощи летней панели. Заходим, конечно, в закладку ретушь и включим данное действие. В окошке гауссового размытия ставим радиус такой, чтобы кожа на лице стала ровненькая, без явных контрастных светотеневых переходов. Операция сработала. Отключим чёрно-белый корректирующий слой и встаем на пустой слой. У нас уже активирован инструмент «Микс кисть». Нужные настройки также включены. Просто берем кисточку и проходимся по лицу, разглаживая кожу. Когда работа «Микс кистью» закончена, включаем серый слой и смотрим результат просто чудесный. Давайте тут же на этой же фотографии посмотрим другой способ ретуши, включив действие из летней панели. Для этого я сделаю дубликат изображения, а слои с ретушью я удалю. И снова зайдя в раздел «Ретуши», включаем операцию под названием «Ретушь кожи». В ходе работы экшена у нас выйдет окошко фильтра «Добавить шум», в котором мы настраиваем имитацию текстуры кожи. То есть, исходя именно от вашей обрабатываемой фотографии, проставляем размер шума, который будет имитировать именно текстуру кожи. И затем в появившемся окошке фильтра тиснения настраиваем вид, размер и направление, регулируя угол, в соответствии с освещением на изображение текстуры кожи. И обратите внимание, вся текстура кожи у нас находится вот на этом сером слое, а слои с ретушью находятся вот в этой папочке, закрытой черной маской. Чтобы продолжить работу, нам нужно выбрать мягкую стандартную круглую кисточку, цвет переднего плана белый, и этой кисточкой, рисуя по маске, проходимся по коже. И если вдруг зашли на важные детали лица, глаза, нос, губы, переключаем, цвет переднего плана на черный и восстанавливаем резкость данных деталей. Давайте посмотрим, друзья, работу двух экшенов. Ну и, конечно, уже видно наглядно, что первая операция под названием ретуширование, конечно, на поясных и более крупных портретах работает значительно лучше, нежели вторая операция под названием ретушь кожи, которая более подойдет к изображениям, где модель сильнее отдалена от зрителя. Но все же, друзья, в данном уроке я хочу вам показать, что используя экшен из летней панели под названием ретушь кожи, при котором происходит довольно сильное замыливание кожи, применяя его, все-таки можно сделать красивую, качественную ретушь и поясного портрета. Давайте продолжим с копией изображения дальше и посмотрим, как же это можно сделать. Ползунком непрозрачность, стоя на сером слое с текстурой, отрегулируем степень текстурирования кожи. И чтобы убрать замыленные с кожи, еще больше обозначить детали и добавить резкость, из группы коррекции воспользуемся операцией «Резкость в цветах». В открывшемся окошке в ходе работы операции, взяв уже активный инструмент «Пипетка», выбираем участки с кожей, двигаем ползунки настройки, чтобы более явно обозначить кожу, чтобы она стала в этом окошке более белым пятном. В окошке фильтра «Цветовой контраст» настраиваем резкость. Опять же, друзья, ориентируемся на ваше изображение, которое вы в данный момент обрабатываете. Ну и вот давайте посмотрим. Видно уже наглядно, что пропала замыленность кожи, проявилась больше текстура, и глаза, и все детали лица стали резкими и четкими. И так как мы дорабатываем изображение с этим видом ретуши, первый наш рабочий документ я просто закрою. Продолжаем обработку дальше. И у нас девушка в нежном, красивом, белом платье. Давайте применим операцию под названием «Файн арт». Включаем вышеобозначенную операцию. Она работает у нас на копии изображения. И как я и говорила в предыдущих уроках по обработке «Файн арт», здесь нам потребуется доработка. И в первую очередь меняем непрозрачный слой с кривыми, и затем проходимся по другим корректирующим слоям, также регулируя их непрозрачность. И некоторые слои, возможно, очень даже, что в наших обработках потребуется отключить. В общем, друзья, какого-то определенного рецепта применимо к разным изображениям совершенно нет. Пожалуйста, пробуйте и экспериментируйте с экшенами. А теперь нам нужно перенести обработанное этим экшеном изображение в наш рабочий документ. Встаем на самый верхний слой и включаем операцию под названием «Соединить изображение». И, пожалуйста, за считанные секунды изображение, обработанное экшеном «Файн арт», встает новым слоем в рабочий документ. Можно удалить композитные слои, которые были созданы в ходе работы экшена, и, включив следующий экшен «Удалить пересветы», уберем эти самые пересветы с белого платья модели. Инвертируем маску, то есть зальем ее черным цветом, и, взяв мягкую круглую кисточку стандартную, включив цвет переднего плана белый, пройдемся по платью, возвращая эффект от работы экшена. При этой обработке, друзья, я решила, что было бы неплохо воспользоваться готовым плагином. Заходим в этот бесплатный замечательный плагин. И так как у нас платье кружевное и очень красивое, было бы здорово усилить детализацию кружев, поэтому применим данный пресет в этом плагине. Такая сильная детализация на всей картинке не нужна. Закрываем слой из плагина черным цветом и белой кисточкой проявляем действие плагина на платье и немного на деталях лица модели. Ну а следующим этапом опять обратимся к летней панели и подкорректируем тон кожи модели. Включим соответствующий экшен. Проявляем оттенок, рисуя мягкой кисточкой по коже. И следующий экшен, который мы включим, это румянец и цвет губ. Также получился слой, закрытый черной маской. Белой кисточкой рисуем по губам и щекам модели. Посмотрим, давайте, результат работы двух последних операций. И теперь можно сделать виньетку. Заходим в раздел «Эффекты» и выбираем виньетка «Размытая» под номером 1. Далее давайте положим тонировочку на наше изображение. Пройдем в раздел «Тонировки». И давайте посмотрим, как работают здесь экшены. Вот тонировка под номером 1 бирюзовый эффект дала. Тонировка под номером 2 более естественные, натуральные цвета получились. После применения операции «Тонировка» под номером 3 на это изображение лекли зелено-пурпурные оттенки. Очень приятный, тепловатый, холодноватый тона дала тонировка под номером 4. И номер 5 также воздушные, теплые оттенки получились тоже очень неплохо. Тонировку под номером 4 к этой фотографии я и применю, а сверху накину тонировочку под номером 2. И проявлю я тонировку под вторым номером только на коже модели. Друзья, хочу заметить, что разные тонировки на разные фотографии дадут разные эффекты. Пожалуйста, экспериментируйте, комбинируйте, применяйте на разные части изображения разные тонировки и у вас получится интересное решение для обработки. Эффект от тонировки номер 4 по маске черной мягкой кисточкой я вытру с волос девушки. Тонировочки я сложу в группу. Давайте посмотрим, какой эффект у нас получился от применения тонировочных слоев. Передний план тепленький, дальний, прохладный, очень неплохо смотрится. Еще добавим объема изображению, зайдем в панели в раздел коррекция и применим экшен объемный контур. И так же, как во многих случаях работы экшенов, работаем белой кисточкой по черной маске. Проходимся по тем местам изображения, к которым мы хотим добавить объема. После добавления объема включаем операцию под названием «Резкость». Соответственно, добавим изображению резкости. В окошке фильтра «Цветовой контраст», как и в предыдущем случае, ставим степень резкости, какую мы хотим видеть на нашем изображении. И для работы следующей операции нам нужно сделать композитный слой. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-Alt-E. Запускаем операцию из раздела коррекции «Сливочный». Само за себя говорить название данного экшена. Видите, да? У нас добавилось на изображение воздуха и появился такой сливочный приятный оттенок. Оставим его только на дальнем плане, убрав эффект от этого экшена с модели. И опять немного поэкспериментируем. Отключим этот кремовый слой, но нежных сливочных оттенков попробуем добавить другим способом. Зайдем в раздел Fine Art, включим операцию под названием «Ванильная виньетка». Закроем ванильный эффект. На модели, перенеся маску с предыдущего слоя, зажав клавишу Alt, переносим мы маску, друзья. И теперь посмотрим, какой эффект нам больше нравится, тот мы на нашей обработке и оставим. На данной обработке я оставила эффект от ванильной виньетки. Ну вот на этом, друзья, наш урок закончен. И по-прежнему смею надеяться, что он вам был полезен и интересен. Друзья, хочу заметить, что летний набор можно применять не только на уличных летних фотографиях. В одном из следующих уроков я вам продемонстрирую, как летний набор очень неплохо работает на студийных фото. И еще раз повторюсь, друзья, не бойтесь пробовать и экспериментировать, даже пусть с ним совершать ошибок. Все равно в итоге у вас что-то хорошее, красивое в ходе ваших экспериментов по-любому получится. Удачи, всего доброго и до новых встреч!